Грипп не отступает. Наказание за кибербуллинг. Пользование соцсетями запрещено в подавляющей большинстве стран цивилизованного мира, ну, например, в США, в Европе. Лучший в молодежной политике. Всем привет! В эфире Универтньюз, а в студии Анастасия Кузьмина. 26 декабря в Доме правительства Республики Татарстан состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества Татнефтехейминвестхолдинг, на котором был рассмотрен ряд инновационных проектов. Его провел глава Республики Татарстан Рустам Мениханов. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин также принял участие в заседании. Одной из ключевых тем встречи стал доклад директора Института синтетических полимерных материалов Российской академии наук Сергея Пономаренко, в котором он сообщил членам Совета директоров и приглашенным гостям о поиске инвесторов для исследований термостойких полимеров. Пилотное производство стоимостью 50-100 миллионов рублей возможно запустить к 2025 году. Рустам Мениханов порекомендовал ПАОТ от нефть и Казанскому федеральному университету принять участие в данном проекте. Совсем недавно мы говорили о том, что на смену отступающему COVID-19 пришел уже известный с 2009 года свиной грипп H1N1. И вот уже сегодня количество заболевших ОРВИ достигло 40 тысяч человек. Подробнее об эпидемиологической ситуации расскажет Аделина Абдрахманова. В Татарстане продолжает увеличиваться статистика заболевших гриппом и ОРВИ. Количество заболевших превысило отметку в 40 тысяч человек. В сезон эпидемиологического подъема вирусных инфекций в больницах республики попадают как дети, так и взрослые. Сейчас мы видим значительный рост заболеваемости населения ОРВИ, то есть острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в частности. Если говорить про эпидемиологический порог, то он превышен в более чем в два раза, на 107%. На этой неделе у нас уже более 160 человек на 10 тысяч населения, что, конечно же, значительно выше эпидемиологического порога. Начало эпидемии специалисты наблюдали уже в начале ноября. Уже тогда заболеваемость была выше базовой нормы. Отмечая рост эпидемии, эксперты утверждают, что ситуация усложняется на фоне сезонных причин, которые связаны с ухудшением погодных условий и частыми пребываниями в больших компаниях. Мы уже давно не имели эпидемий гриппа, и, по сути, коллективный иммунитет у нас ослаб и сделал население более подверженным таким заболеваниям. В том плане, что люди прививались от ковида, но зачастую не прививались от гриппа, что опять привело к снижению коллективного иммунитета. Отличить ОРВИ от H1N1 без теста почти невозможно. Однако характерной чертой гриппа является высокая температура с первых дней болезни, а также головная боль. Отличить обычное ОРВИ от гриппа и, в частности, от штамма H1N1 практически невозможно без специальных методов анализа молекулярных. Вот как мы сдаем на ПЦР от COVID-19, так же только инструментальный метод анализа может однозначно сказать, чем же все-таки человек болеет. Для того, чтобы не заразиться в эпидемиологической ситуации, специалисты советуют придерживаться простых правил – соблюдать личную гигиену, избегать больших скоплений людей, не трогать грязными руками зоны вокруг глаз, рта и носа. Самая основная и действенная мера – это вакцинация. Пандемия все еще продолжается, эпидемия гриппа продолжается, поэтому я бы все равно рекомендовал сейчас экстренно пройти вакцинацию еще и от гриппа. Напомним, что привиться можно в униклинике Казанского федерального университета по адресу улицы Вишневского, 2А. Предварительная запись по телефону 233-30-00. Адалина Абдрахманова, Универньюз. На грядущем заседании Госдумы в начале 2023 года планируется обсуждение нововведений в федеральных законах об информации, а также о персональных данных. Что грозит кибертролям и какой планируется контроль за несовершеннолетними в интернете, расскажет моя коллега Маргарита Михайлова. Одно из наиболее свободных пространств для самовыражения – интернет. Здесь анонимно можно высказать свое мнение, завести знакомых из любых городов и стран, найти ответ на практически любой интересующий вопрос. Но вместе с тем есть риск столкнуться с травлей и правонарушениями. Человеку с формирующейся психикой травма, вызванная кибербуллингом или контентом, не предназначенным для просмотра в определенном возрасте, может нанести серьезный моральный ущерб. Ирина Волонец, уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан, еще в 2021 году выступила с инициативой законодательного ограничения использования социальных сетей несовершеннолетними. Она была направлена депутатом Госсовета Республики, а чуть позже поддержана на федеральном уровне спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Пользование соцсетями запрещено в подавляющем большинстве стран цивилизованного мира. Но, например, в США, в Европе этот возраст 16-18 лет в зависимости от страны или штата. Это оправдано, потому что дети в соцсетях проводят слишком много времени. Это достаточно опасно. Накануне стало известно, что на грядущем заседании Госдумы в 2023 году планируется обсуждение нововведений в федеральных законах об информации и о персональных данных, которые ужесточат наказание за травлю в интернете, а также введут некоторые правила при регистрации в социальных сетях, а именно требования верификации с помощью паспорта. Жесткий контроль в соцсетях за возрастом ребенка, он как таковый отсутствует. То есть фактически подросток, ребенок может указать вымышленный возраст, зайти с какого-то фейкового аккаунта, пройти регистрацию, никаким образом технически это отследить невозможно. С точки зрения Семейного кодекса Российской Федерации родители могут запретить ребенку регистрировать в соцсетях, исходя из его интересов. Эксперты отмечают, само понятие кибербуллинг как таковое в российском законодательстве отсутствует. Правозащитники используют такие термины, как травли, оскорбления и клевета. За подобные нарушения предусмотрены как административная, так и уголовная ответственность. Моральный ущерб очень большой, потому что информация выходит в тираж. Более того, этот процесс распространения продолжается, потому что сеть работает, это все усиливается, это можно навечно прописаться в интернете со своей давнейшей историей. Вы можете постареть, но о вас, о вашем травле будет говорить человечество всегда, хотя бы уже повзрослеть на 50 лет, понимаете, потому что информация остается. Специалисты подчеркивают, что контроль правонарушений в интернет-пространстве – то, что так или иначе должно было возникнуть. В настоящий момент, когда страна находится в обстановке международного кибербуллинга, внутренний контроль просто необходим. Помимо этого, эксперты отмечают, что подобного рода нововведения требуют детальной проработки. От этого будет зависеть их эффективность. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс. Подведены итоги конкурса профессионального мастерства работников сферы молодежной политики Татарстана. В числе лауреатов – представитель Казанского федерального университета. О командных и личных успехах Юрия Зонина смотрите далее. Данный конкурс проводится среди школьников, студентов и работников сферы молодежной политики. Изначально для того, чтобы стать участником, необходимо было пройти в заочный этап, где требовалось в полной мере рассказать об опыте работы и достижениях, а также пройти не одно тестирование. 30 выдающихся конкурсантов вошли в число финалистов. На передовой Юрий Зонин, ведущий специалист отдела организации заселения и внеучебной работы в общежитиях департамента по молодежной политике, рассказал членам жюри о проектах, которые реализуются Казанским федеральным университетом. Мы показывали различные проекты, проекты, которыми мы, скажем так, с молодежью взаимодействуем, помогаем молодежи адаптироваться в современных реалиях. Ну и здесь уже как раз были представлены наши проекты, в том числе, которые мы здесь, в стенах Казанского федерального университета проводим. По результатам вот таких нескольких конкурсов, нескольких этапов и Казанский федеральный университет был отмечен как лучший на данный момент в сфере молодежной политики конкурсов профмастерства Республики Татарстан. Награждение победителей состоялось в рамках конференции «Команда Татарстана в движении». Юрий Зонин стал победителем в номинации руководителя структурного подразделения «Специалист по работе с молодежью образовательной организации Российской Федерации». По словам Триумфатора, конкурс – успешный опыт всей большой команды Департамента по молодежной политике. А победа, в свою очередь, дала уверенность в том, что движение идет в правильном направлении. Конкурс позволяет как раз продемонстрировать опыт, которым владеет наша команда, команда Казанского федерального университета, в частности, Департамента по молодежной политике, по работе с молодежью. Ну и позволяет, конечно, подчеркнуть что-то у коллег. Ну и в данном случае победителем, скорее всего, оказывается та команда, у которой этот опыт гораздо успешнее. Тот опыт, который могут подчеркнуть все остальные, взять для себя на вооружение, так сказать, и использовать его в работе. Ежегодно республиканский конкурс профессионального мастерства работников сферы молодежной политики проводится уже в 16-й раз. В этом году на участие в нем поступила 81 заявка из 26 муниципальных районов. Карина Саяхова, Фарид Захитоглы, Универниус. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялось мероприятие, посвященное Новому году Ёлки-Пати. Мероприятие включало в себя концертную программу. Студенты КФУ показали тематические постановки, хореографические и вокальные номера. 24 декабря в Институте психологии и образования КФУ прошел долгожданный показ спектакля «Снежная королева» по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. Юные актеры продемонстрировали свое видение зарубежной классики литературы. Сразу после новогодних праздников в театре начнется работа над новой постановкой. Премьера состоится в конце февраля, а сам спектакль покажут еще на 9 мая и на 9-м международном педагогическом форуме ИВТ 2023, который пройдет в КФУ в период с 24 по 26 мая. Лучшим вузом Татарстана в сфере спорта стал Казанский федеральный университет. Об этом стало известно накануне на премии «Спортсмен года 2022». Диплом победителя из рук министра спорта Владимира Леонова получил проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности КФУ Ариф Межведилов. Мэр Казани Ильсур Медшин вручил именные стипендии по итогам 2022 года. В числе награжденных четверо представителей Казанского федерального университета. Всего на конкурс было подано 300 заявок. Стипендиантами стали порядка 90 человек. На этом все. В студии была Анастасия Кузьмина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!